Мефодик У тебя есть свой домик? Котик какой-то сёный Ты мой мальчик Чистюлька Мы же тебя вчера только помыли Передай себе привет Ну типа ты подмигнул, да? Хороший котик Дихо-олёсий ты, котик И маму будешь? И маму помоешь? Такой умничка Здравствуйте, мои хорошие Начнём, как всегда, по традиции С розыгрыша Эта прекрасная брошь, надеюсь, найдёт тоже свою хозяйку Клипса, кстати, нашли Итак, генерируем И победитель Марина Белякова Как можно не забрать такую красивую брошь? Марина, ну действительно, как можно не забрать такую красивую брошь? Вот теперь ваша очередь забирать вот эту вот замечательную красивую брошь Вам следует связаться со мной В первом закреплённом комментарии, где перечислены все мои магазины И как со мной связаться Есть номер телефона, вайбер, ватсап Желательно, пожалуйста, ватсап Мне так легче и удобнее общаться Вы мне пришлите скрин экрана, где видно, что вы подписаны на мой канал И стоит лайк под видео Ну, соответственно, и комментарии не нужно присылать Потому что я и так вас сейчас нашла по комментарии Мы с вами спишемся и всё решим И я вам отправлю вот эту вот замечательную брошь Если вы хотите также выиграть красивое винтажное украшение Какое я вам покажу, как всегда, в конце видео То, мои дорогие, вам следует подписаться на мой канал Оставить положительный, нейтральный или комментарий с конструктивной критикой Нехамский, как многие думают, конструктивная критика – это не хамство И всё, больше ничего По возможности сделать репост в соцсети Это поможет продвижению канала Мне будет очень приятно Итак, начнём сразу биением под дых Вот такой красотой Этот крест, за которым я очень давно охотилась Вы видите белые просто кристаллы Я вижу просто огонь сияния Это не простой крест Это крест Джоан Риверс Мой ювелир поправлял иглу Видите? Она пришла немножко смятая Это была вина того, кто поковал и отправлял Ну, как сейчас видите Просто всё идеально И он попробовал... Я его попросила сделать тест на каратность Так вот, этот крест покрыт Сейчас скажу 18-каратным золотом Поэтому он вот так вот выглядит Такая сторона Такие просто... По-моему, здесь даже в серединке об этом что-то сказано Но там настолько... Вот здесь вот я имею в виду И тест вот показал Сразу говорю Это микронное покрытие То есть это малое-малое Потому что многие говорят Если 18-карат, то я прям держу, кстати, брошь увесистый Все 18-карат золота Нет-нет Это покрывается настолько микронно Что брошь или другое изделие Просто для сохранности И для такого вида предмета Я просто смотрю Сейчас на него Насколько блестят белые кристаллы Но в этот раз судьба не так благосклонна Как в прошлый раз к нам И вы не ловите Это прекрасный блеск Но наслаждайтесь вот этой огранкой Просто чистейший Просто есть У стекла, как я уже говорила Есть разная прозрачность Лучшая считается К9 и К10 Так вот, это как раз К10 Когда вы видите дно А вы его видите Видите через огранку Через все остальное Вот конец кристаллика Видите спокойно Так вот Микронное покрытие Которое сохраняет Изделие Которое делает его Вот таким вот Очень сильно носибельным Оно остается Именно вот таким Не боится износа Ну конечно С дури ума Можно стереть все что угодно Но такие вещи Обычно они очень достойны Очень достойны Джоан Риверс Еще при жизни Можно сказать Она умерла в 90-х По-моему в 90-х годах Насколько я помню Она очень любила Россию У нее есть Большой такой Скажем Пласт украшений Посвященный России Есть крест За которым я тоже еще гоняюсь Купола Так вместе сделанные И запомните Джоан Риверс Всегда маркировала Свои украшения Потому что я уже видела Подделки на некоторых сайтах Где вот этот крест Купола продается И он без маркировки Пожалуйста Это подделка Так же как в Флорензе Не бывает немаркированных Крестов Или прочее То и Джоан Риверс Всегда маркировала Свои изделия Джоан Риверс Очень тесно Можно всегда перепутать Дизайн с Ноланом Миллером Но Да бог с ним с болтовнёй Давайте дальше Сейчас я вам покажу Еще одну брошку Нетипичную Вернее она типичная Для моего канала Но нетипичная Для этого Для этой фирмы Это Трифари Хорошо видно Вы посмотрите На эту инженерную мысль Я просто была В эстетическом шоке И здесь Иголка Очень интересная Ты когда открываешь Все Дальше ты ее не идет То есть запор Есть такой Она Сейчас вам покажу Почему так Видите Ушко Острое Вот оно Это вот Встречается Одно время У них такое было Во-первых Трифария в серебре Во-вторых Трифария и камни Камни для Трифария Ну они больше Как-то к металлу Все знают Кто не знает Знаменитый Сплав Трифариум Который Не боится Там Ни времени Ни тускнеет Особенно Золотой Я уж много Раз Шутила Что Лучше бы Этим Сплавом Машины Покрывали Вот И Просто Для Трифария Такая Яркая Брошка Очень много Кристаллов Все это Стекло Где моя Стучалка Кстати И Эта брошь Очень редкая Называется Брошь наоборот Так она и называется Если вы Видите То Лепесточки Синие А цветочки Зеленые То есть По логике Вещей Должно быть Наоборот Но Именно Так Она Была Задумана И так Она Отображена В каталоге И Вот Посерединке Как раз Еще Есть Здесь Такой Акцент Посередине Вот Такими Голубыми Кристаллами Выложена Очень Красивая Брошь Вы уж Простите Что Не Настолько Я Долго Останавливаюсь На той или иной У меня Просто Целая гора Лежит Так Беру Следующую Следующую У нас Блестит Переливается Зеленый цвет Серебро Ой Какая Какой металл Боже Очень Просто Такой Тяжелая Брошь Креста Это 90 Конец 80 Вот Это Брошь Это 70 Тоже Вот Эта Брошь Тоже Скорее Всего Скорее Всего 70 Но Такая Отливка Я даже Могу Сказать Конец 60 Может быть Даже Посмотрите Как Замечательно Так Такие Красивые Кристаллы Все На месте Брошь Многоярусная Даю Вам Рассмотреть Можно Носить И так И так И так И как Душе Оно Попросит Тоже Вот Такая Прелесть Далее Идем Сейчас Вам Дам Насладиться Такие Брошь Называется Брошь Тортики Сейчас Все Сглотнули Слон Слюну Да Вот Такое Замечательное Покрытие Золотое Такие Как Есть Виндзорском У Виндзоров Королевской Семьи Тиара По-моему Называется Узелки Любви И вот Там Как раз Тоже Принцип Жемчужина Такая Висящая И Обрамлена Вот Здесь У меня Чем-то Это Напоминает Те Орузелки Любви Ну Это Я Отвлеклась Даже Белые Кристаллы Сейчас Вам Немножко Пробиваются Посмотрите С тыльной Стороны Все Хорошо Есть Немножко Небольшая Патина Сухая Патина Которая Убирается Щеточкой И Это Господин Лиснер Лиснер Это Замечательная Фирма Которая Работал В Нью-Йорке Использовал Одни из лучших Материалов Так же Как и Трифари И Трифари И Джон Риверс Очень Знаменит Его Изделие Ценится И Дизайн Его Очень Разнообразный Кстати Вот Самое Смешное Для Лиснера Не характерен Дизайн У него Наоборот Знаете Если бы Мне сказали Кто из них Лиснер Кто из них Трифари Я бы сказала Вот это Трифари А вот это Лиснер Больше Вот даже Вот так Вот Как бы Идет Но Видите Как Экспериментировали С дизайном Дальше Дальше Требует Душа Короны Раз Мы уже Заговорили Про Королевскую Семью Семью Простите То Вот такая Вот Корона У меня На канале Если кто-то Давно И уже Видел У меня Такой набор Он был Маркирован Давидом Здесь Реплика С Ну Знает Все Придумано До До Нас Ну Та корона Была Чуть-чуть Пошире У Давида Чуть-чуть Здесь Реплика Кстати Это Семидесятые Годы Замечательное Исполнение Вы сами Видите И вот Даже Самые Трудные И самые Всегда Для винтажников Противные Извините За это слово Но Так оно И есть Жемчужинки Которые Всегда Теряют Свои Первоначальный Свой Первоначальный Вид Здесь В прекрасном Состоянии Разный Цвет Таких Каплевидных Кристаллов Очень Интересно Давид Делал Фирма Давид Делал Такие Броши Именно Семейными И Каждый Цвет Почему Они Разноцветные Обозначал Это Как Держать Линию Древа Семьи Кто-то Там Какой-то Цвет Обозначал Уже Усопшего Родственника Там Притом И цвет Обозначал И возраст И пол Там Очень Большая Градация Здесь Этого Ничего Нет Здесь Просто Как Говорится Красиво Красиво Сдули Вот так Вот Едем Дальше Так Отдохнем От Кристаллов И посмотрим На другое Вот Такая Прекрасная Брошь Ребята Это Пластик Слышите Такой Звук Глухой Не хват А Хватает Хватает Они желтые Просто Извините Они просто Разноцветные Мне показалось Что желтых Чего-то Не хватает Это Пластик Похожий На люцид Даже Но люцид Это уже Скорее всего Здесь нет Это Пластик С эффектом С эффектом Мунглоу Кошачьего Глаза Еще Прочее По-разному Называет И Насколько я помню Эта брошь Должна быть Маркирована Да У них Вечная Маркировка Прости Господи В каком месте Лис Клэй Барне Лис Клэй Барне Это Гигант Теперь Существует По сию пору Но Эта брошь Явно У меня Прямо Сегодня Семидесятые От них Я смотрю Или Максимум Восьмидесятые Владельцы Теперь Компании Моне По-моему Напьер тоже Отошел Туда Еще Несколько Это Теперь Большой Концерт Который Владеет Различными Этими Бывшими Брендами Славящимися Вот такая Чудесная Брошь Очень весенняя Даже и летняя И при том Очень такие Спокойные Красивые Цвета Очень красиво Немного Может быть Гоню Но Броши Много Поэтому И Мое Любимое Сочетание Цветов Да Я Обожаю Изумрудный Цвет Кристаллов Сейчас Закроет Мер Всего Обожаю Просто Изумрудный Цвет Кристаллов Именно На Золотой Вот Такой Вот Оправе Давайте Я вам Покажу Ее Что-то Здесь А Поправить Нет А Так И Задумно Наоборот Еще Поднять Надо В общем Вот Так Вот Вот Здесь Как Листочки Выпирают И Здесь Вот Такая Красота Сейчас Камера Надеюсь Нас Полюбит И Вы Увидите Что Все 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 Кристаллы Взяты В лапки То есть Брошь Хоть И Но Но Во-первых В прекрасном состоянии Во-вторых Это 60-е Года Нас Отсылают Вот Эти Плечики Может Быть Даже Начало Сейчас Мы Посмотрим Да Это Самое Начало 60-х Даже Возможно Конец 50-х Видите Какие Ушки Даже Не На Барашек Но Вот Это Бомбовое Сочетание Просто И В живую Чуть Темнее Кристаллы Чуть Чуть Вот Именно Изумруд И Вот 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 Великолепие Просто Тут Зеленые Тут Зеленые Давайте Вот Так Вот Сделаем Так Далее Идем Ну Как Я Могла Обойтись Без Вот Этой Моей Любимницы С Хрустальными Слушайте Звук Держать Правильно Сейчас К микрофону Поднесу Услышите Чем Хрусталь Отличается Настолько Нежное Звучание Ах Да Почему Это Джулиана Джулиана Шестидесятых Вот Такая Белая Звезда Сейчас У меня Микрофон Заправиться Куда Нужно Даже Сейчас Через Камеру Вам Пробивает Вот Эти Огранка Хрусталя Вы Не Представляете Что Вижу Я Ну Как Обычно Джулиана Все Всегда Даже Самый Маленький Кристалл Взят В лапки И На нее Хочется Смотреть Бесконечно Кстати Центральная Огранка Вот Этого Камня Это Классическая Огранка Кристалла Самая Которая Вот Когда Кристалл Каратный Большой То бишь И Красивой Формы Вот Делают Именно Вот Эта Огранка Забыла По-моему Называется Розочка Могу Ошибаться Тапком Кидать Не Надо И Вот Эти Мелкие Тоже Сделаны Такой Огранкой Эта Огранка Другая Да Детка Так Едем Дальше Сейчас Мы Успокоимся Чем-нибудь Ну Например Вот Такой Замечательной Брошью Так Которая Очень Хочет Меня Уколоть Ну Мы Этого Не Дадим Сделать Посмотрите Какая Замечательная Ставка Вот Это Кошачий Класс А вот Стекло Видите Как Различается Звук Совершенно Иное И Здесь У нас Сейчас Я Поднесу И Камера Сфокусируется Это Золотые Маркозиты И Вот Такие Украшенные Да Что С Фокусом То Украшенные Вот Такими Красивыми Желтыми Кристаллами Которые Подобраны С По-моему Нет Нету Здесь Эффекта Аб Мне Сначала Показалось Просто Такая Вот Здесь Вот Это Просто Настолько Они Переливаются И Вот Такие Сиреневые Кристаллы Которые Помогают Так Сказать Обрамить И Сконцентрировать Внимание На Такой Прекрасной Середине Еще Раз Поиграю Как Все Знает Фиолетовый Это Цвет Роскоши Покажу Вам Игла Абсолютно Прямая Красота Дальше Едем Ага Сейчас А то Соскучились Без Кристалликов Вот Такая Маленькая У нас Замечательная Брошечка Аб Все Это Видят Но Посмотрите На Ее Просто Замечательный Блеск И Даже Через Этот Блеск Просвечивается Насколько Она Насколько Чистое Стекло Прозрачное Стеклышко Ну Вот Так Выглядит Ее Тыльная Сторона 60 Вот Такая Вот Звезда У Нас В прошлом Выпуске Такая Была Желтая Но Не Такая Другая Совершенно Тоже Я ее Назвала Вифлеемской Звездой Ну Там Цвет Был Сумасшедший Желто Лимонный Ну Вот А Здесь Вот Такая Звездочка Прелесть Еще Одна Прелесть Идет К нам В копилочку Так Далее Едем Казалось Бы Фактически Такая Ж По Исполнению На Фигушки Никогда Я Такие Не Покажу Интересная Посмотрите Огранка Овальная Здесь Каплевидная Здесь Такая И Это У нас Здесь Кто Австрия Это Австрийская АБ Аврора Бореали Австрийские Кристаллы Еле Докасаюсь Австрия Всегда Ценилась Своими Кристаллами Тоже Все Взято В Лапки В Идеальном Состоянии Иголочка И Эта Красота Завораживает Камера Гасит Немного Цвет Блеск Но Поверьте Вы Неплохо Сейчас Видите Как она Блестит Но я Вообще Вижу Настолько Пожар Просто В Руках Еще Вот такая Вот Красавишна Так Давайте Что-нибудь В другом Цвете Вот Такая Красивая Брошь Под черненое Серебро Сделанное Переливаются Это Сумасшедше Как Это Хрусталь И Здесь Есть Небольшой Дефект Сейчас Камера Мы Закроем Амальгама Видите Отошла Немного Амальгама Потому Что Брошь Кулон Но Это Не проблема У меня Если Что Есть Такие Кристаллы Я От Одной Брошь Выковырила И Вот Они Как Раз Такого Размера Заменить И Будет Вообще Просто Замечательно Это Хрусталь Не могу Сказать За Маленькие Но Большие Переливаются Так Что Просто Да Даже Вы Видите Какой Этот Блеск Да Амальгаму Видно Что-то Там Произошло Видимо Капнула Вода Видно Что-то Намочилось Отслоилась Амальгама Перевернулась Или еще Что-то Кристаллик Там И все Просто Меняется Тем более Что Есть Такой Но Брошь Шикарна Просто Она Насколько Я вижу Не маркированная С Открытой Иголкой Ты Чего Открылась Под С ушком Вот Даже Можно Ее Прекрасно Кстати Подвеска Вот Такая Вот Красота Сейчас По-другому Немножко Свет Падает Сама Сижу И сама Жизж Залипаю Просто Так Давайте Добавим Света В нашу Игру Старенькая Брошка Пятидесятые Годы По центру Это Кристалл Револит Револит Это Огранка То есть У нее Такая Видите Острая Пимпочка Она И там И здесь И вот Такие Замечательные Кристаллы Голубого Цвета Цельно Летая Посмотрите Металл Какой Толщина И вообще Всего Толщина Судя По Зайчьим Ушкам Да Это Пятидесятые Помните Я говорила Чем Ушастие Тем Старей Вот Все Без Без Так Я Понимаю Амальгама Еще С Серебром Потому Что Видите Насколько Кристаллы Отражают отражаются в свете хотя она чуть-чуть другого цвета она более чуть-чуть спокойного не настолько голубого на чуть-чуть в сиреневатость но на свету мой видите такой цвет ты если вот перевернуть вот примерно вот пример а это она так просвечивается мой рук увидит даже не знаю но цвет потрясающие в любом случае вот такая красота так что еще ну пошли мы уж по посмотрите сначала тыльную сторону идеально технически сложная брошь посмотрите на эти кристаллы вот здесь чуть 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 темнее синий чуть-чуть еще расскажу чуть-чуть и прикушу тебя наверное за язык интереснейшие брошь у меня когда-то было фиолетовая парюра еще в ранних выпусков там были бусы огранка стеклян не хрустальные такая фиолетовая брошь и клипсы сейчас добью и вот такая вот бирюзу я не встречала еще ни разу это такая редкость опять-таки посмотрите это очень технически сложные броши конец пятидесятых начало шестидесятых вы посмотрите насколько они составные сколько в них клепок они собранные все то есть это как минимум ручной труд здесь применялся и не раз к одной броши и вот в такой замечательной сохранности сейчас я возьму так вот и вы просто посмотрите они не парные просто попались так что в лоте две одинаковые броши и я вам показываю их сумасшедший цвет просто а вот эта насыщенность но это просто это просто бомба далее давайте успокоимся выдохнем посмотрим на прекрасную стильную брошь красивое сочетание как всегда любит америка брошированная золотая поверхность матовая со вставками сейчас со вставками с кристаллами которые почти не видны но они поблескивают вот он отвалился хорошо что сейчас я приклею сразу после эфира и и вот такой замечательный здесь страна конечно отвалился шестидесятые годы уж пора посмотрите какая тыльная страна насколько щедро по золото длинная иголочка выпирает и как я говорила брошированное брошированное золото всегда сочетается с глянцевыми либо глянца больше и брошированность добавлено либо наоборот такая вот тоже звездочка и звездочка так кристаллик мне не потерять его сюда положу и мы его подклеим так едем дальше если вы там еще еще меня смотрите а вот это гранатовая по моему стекло ну насколько это было написано у продавца так уже много у нас спрошей и фокус начинает выдрюкиваться старенькая брошечка посмотрите какая какая амальгама даже видно еще очень 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 толстый слой шоколада нет видите ушки какие какой барашек тут как пятидесятые как не как пить дать как бы даже не конец сороковых даже вам не показать того такая брошь замечательно какие кристаллы я не уверена что это гранатовое стекло но в любом случае я честно не сильно не сильно в гранатовом стекле потому что я не занимаюсь поэтому но был было у продавца в описании так я лишь озвучила но не настаивая на этом но то что брошь уже не винтажная антикварная это видно даже уж я у меня поднесла под самый под самую камеру чтобы вы могли все все рассмотреть мои хорошие дальше дальше у нас брошь с претензий на роскошь черные кристаллы белые кристаллы нет пластика это брошь 1928 фирмы кто давно на канале кто только присоединился у фирмы 1928 маркировка является тыльная сторона вот с такой поверхностью растительного орнамента и они тяготеют именно вот к такому дизайну помпезному красивому роскошному всегда используют очень хорошие материалы для своих работ как вот это вот сейчас переливается вопрос не представляете и эти броши всегда заметны очень красивые всегда кто смотрит давно знает что это фирма 1928 одна из моих любимых фирм наравне с флорензой и джулианой и вот эта брошка тоже занимает свое место такая вот веселая да я такие называю ну с утра не причесалась или легла спать с мокрой головой не знаю почему такие они немножко растрёпанные мне кажется вот такая вот сторона тыльная 60-е годы тоже много клёпок много сборки много ручного труда кстати у меня есть очень похожие клипсы к этой броши в какой-то нет я их еще не показывала у меня просто тут я закрутилась посылки пришли по фактически одна за другой и вот такая вот красота тоже имеет место быть но пуши давайте стучать не буду поверьте мне что это стекло так такая звездочка давайте уж закончим сабы хотя никогда мы с ними закончим а вот это посмотрите какая вот филигрань серебряную я видела очень много филигрань золотую я не видела фактически вот я ее вижу в первый раз и это австрия сколько я понимаю экспортная австрия австрия с патентом наверное австрия сейчас я вам точно скажу написано мэдэ мэдэ ин австрия то есть это а экспортная австрия и в экспортных брошах если мэдэ ин то есть куда откуда это всегда использовались самые материалы я не удивлюсь но вот к ювелиру я ее не носила что здесь стопроцентная есть кратность то есть златое покрытие конечно это будет как я говорила микронные но она будет и вот брошь останется в своем первозданном виде вам не видно но скорее всего но сейчас поднесу будет видно кристаллики взяты в маленькие такие лапки чтобы не отвлекать потому что кристаллики сами небольшие еще тут лапки большие то и зачем кристаллики вставлять но вы посмотрите на это плетение этих листиков и в по центру вот этот цветочек какая же это тонкая ювелирная работа понятно почему это экспортная австрия но видите какая длинная иголка на меня так хорошо покалывает давайте с другой стороны по просто покажу как это выглядит какие тончайшие переплетения вот это вот очень большой ручной труд вот поэтому-то за такими броши на коллекционеры к гоняются очень сильно еще брошечка вот такая я это называю небесные цветы в хорошем смысле потому что цвет прекрасного неба над морем и это старая кора в смысле антикварная кора здесь еще замочек вы видите крючок это сороковые годы до представляете вот это сороковые годы вот такой вот объемная брошечка небольшая тут диаметр может три сантиметра максимум может быть и вы посмотрите чистоту кристаллов поверхности видно даже что ее носили видите небольшой смяты стеколки видно как собирали я сама сейчас залипла в настолько удивлена нас как как вещи сохраняются украшения и как сейчас мы дошли до того что делаем простите господи не пойми что насколько мы уже привыкли не качественными и вещами и украшениями вот вот это брошь на самом деле более качественное чем большинство наверное большинство украшений из ювелирных магазинов какая позолота она тяжеленькая она нелегкая ну то есть не такая там три килограмма и ты не сможешь подняться под ее весом нет нет но она весомая для своего размера весома вот и наслаждаясь такой красотой я тебе слишком долго искала чтобы прятать сейчас сделаем наслаждаюсь вот этой красотой я просто не могу вот мне даже сейчас вот спирает дух насколько это прекрасно и эти кристаллы насыщенные и золото и прочее прочее я вот вам выбрала такие замечательные серьги на винтах маркировка какая то есть но и очень трудно прочесть по моему кора вот такая вот красота вы видели в голубой по моему распаковки здесь нет ничего черного это у меня корпус моего телефона отражается они золотые вот с таким обалденным синим цветом просто невероятно какая красота а нет здесь есть черный простите я сейчас вот так по листочкам видите да вот как мазки видите интересная такая деталь как будто глубины дает больше изделия и вот такие замечательные сережки на винтах винтики все работает уже тут фокус своей жизни живет посмотрите каждый каждый буквально листочек отделен и вместе потом соединен красота просто шикарные я еще раз вот получит победителя розыгрыша который оставит комментарий подпишется если не подпишите на ребят подписывайтесь пожалуйста я вас очень прошу и поставит лайк видео и если не трудно или если это необязательное условие это чисто по-человечески прошу раз такую красоту еще вам показываю сделайте репост любую соцсеть мне будет очень приятно это ваш подарок на будущее и вот такая вот красота как раз сейчас мы поправим фокус вот такую красоту я вам сегодня показала надеюсь вам понравилось надеюсь вы еще тут еще со мной остались в общем были очень редкие броши были очень красивые броши пожалуйста пишите что понравилось кому что-то если очень понравилось пишите мне в ватсап всех или вайбер уж наконец я обычно отвечаю быстро все я заканчиваю свою болтологию всех люблю всем желаю добра удачи здоровья с вами была ваша я на на диване мы еще с вами скоро увидимся пока пока